Доброго времени суток! Вы на канале Девайс. В этом видео я расскажу о 7 лучших мониторах стоимостью до 15 тысяч рублей в сентябре 2022 года. Если вы планируете в ближайшем будущем покупать монитор, то есть вероятность, что наше видео поможет вам определиться с выбором. Как обычно, в описании я оставил ссылки на все модели, которые участвуют в нашем рейтинге. Перейдя по ним, вы сможете узнать актуальную стоимость и подробные технические характеристики. Там же я оставил промокод с приятной скидкой. Поехали! Начинаю наш топ с модели Acer SA270ABI. Этот монитор имеет диагональ 27 дюймов, разрешение 1920 на 1080 пикселей и матрицу IPS. Соотношение сторон у него 16 на 9, максимальная частота обновления кадров 75 герц и время отклика 4 миллисекунды. Матовое покрытие. Монитор очень тонкий, так как толщина его корпуса всего 6,6 миллиметра. Имеется два встроенных динамика. Функция Acer Vision Care включает в себя сразу несколько технологий, которые обеспечивают комфорт и защиту для глаз. Есть приятная LED-подсветка. Среди портов присутствуют только VGA и HDMI. Блок питания располагается внутри корпуса. Также стоит отметить поддержку технологии FreeSync, которая обеспечивает динамическое обновление, устраняя искажения изображения и подергивания. Покупатели положительно отзываются о цветопередаче, тонком аккуратном корпусе, качестве изображения и приемлемой стоимости с учетом размера монитора. Некоторые владельцы недовольны не слишком устойчивой ножкой и отсутствием выхода на наушники. Если вы хотите разбираться в компьютерах и быть в курсе технических новинок, то подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику, мы регулярно выпускаем новые видео. Далее в нашем рейтинге идет модель Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C. У этого монитора диагональ 23,8 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей и IPS матрица. Соотношение сторон 16 на 9, максимальная частота обновления кадров составляет 60 герц, а время отклика 6 миллисекунд. Матовое покрытие. Стоит отметить достаточно широкие углы обзора в 178 градусов, что обеспечивает комфортный просмотр практически под любым углом. Предусмотрено только два порта HDMI и VGA. Также в мониторе реализована технология Flicker Free, которая убирает мерцание на всех тонкая часть корпуса имеет толщину всего 7,3 миллиметра. При яркости экрана в 100% потребляемая мощность составляет 41 ватт, а при нулевой яркости всего 12 ватт. Также стоит отметить режим слабого синего света, что уменьшает его отрицательное воздействие на глаза. В отзывах покупатели хвалят высокое качество картинки, красивый внешний вид, цветопередачу и углы обзора. Негатив иногда достается слегка пошатывающиеся ножки и отсутствие регулировки по высоте. Как вам этот монитор? Делитесь своим мнением в комментариях. На очереди модель Asus VA249HE. Этот монитор может похвастаться широкими углами обзора в 178 градусов, что обеспечивает комфортный просмотр почти под любым углом, а также поддержкой технологии Flickr Free, снижающей мерцание на разных уровнях яркости. Диагональ 23,8 дюймов, разрешение 1920 на 1080 пикселей. VA-матрица, соотношение сторон 16 на 9. Время отклика всего 5 миллисекунд, а максимальная частота обновления кадров равняется 76 Гц. Среди прочего стоит выделить антибликовое покрытие и наличие входов HDMI и VGA. Также реализована технология минимизации мерцания и фильтрации синего света, которая сертифицирована лабораторией TUF Rainland. Стоит сказать и пару слов про технологию Asus Splendid Plus, которая обеспечивает изменение настроек дисплея в соответствии с текущими задачами, будь то игры, просмотр видео и т.д. А для фильтрации синего света предусмотрена технология Asus Ikea. Покупатели положительно отзываются о приемлемой стоимости монитора, качестве картинки, приятной цветопередачи. Некоторые владельцы не слишком довольны малорегулируемой подставкой, а кого-то наоборот не устраивает передача цветов. А вы уже подписались на наш канал в Телеграме? Если нет, то самое время сделать это. Там мы публикуем сравнение, обзоры и эксклюзивный контент только для подписчиков. Присоединяйтесь, ссылку оставил в описании. Следующий монитор в нашем топе – Huawei MateView SE SSN24. У данной модели диагональ 23,8 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей, матрица IPS, соотношение сторон 16 на 9, время отклика 5 миллисекунд, матовое покрытие и максимальная частота обновления кадров 75 Гц. Устройство поддерживает технологию FreeSync, которая уменьшает подергивание и искажение картинки. Среди прочих особенностей я бы отметил возможность поворачивать монитор на 90 градусов и регулировку наклона, что весьма удобно и практично. Предусмотрены входы DisplayPort и HDMI, внешнее расположение блока питания. Также выделю защиту от синего света и бликов, что снижает нагрузку на глаза. В своих отзывах покупатели хвалят высокое качество цветопередачи, изображение, приемлемую стоимость, качество сборки и устойчивую ножку. Некоторые недовольные пользователи ругают неравномерность цветовой температуры и отсутствие динамиков. Если интересует стоимость этого монитора, то в описании под видео вы найдете все нужные ссылки на проверенные магазины с самыми выгодными ценами. Далее в рейтинге идет модель Asus VP229HE. Этот монитор имеет диагональ 21,5 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей, соотношение сторон 16 на 9, матрицу IPS, максимальную частоту обновления кадров 75 Гц и время отклика 5 мс. IPS-панель выполнена в безрамочном корпусе. Углы обзора составляют 178 градусов и гарантируют минимальное искажение изображения при взгляде под разными углами. Поддерживается технология адаптивной синхронизации Adaptive Sync, которая убирает эффект разрыва кадра и снижает задержку отображения. Предусмотрены порты DSAP и HDMI. Также стоит отметить технологию фильтрации синего света и уменьшения мерцания, которые сертифицированы независимой лабораторией TUF Rheinland. А для геймеров предусмотрены следующие функции и возможности. Отображение перекрестия прицела, таймера, возможность вывода на экран счетчика кадров в секунду и линий выравнивания. Для уменьшения мерцания также применяется технология Flicker Free, которая значительно снижает нагрузку на глаза. Пользователи в своих отзывах хвалят качество работы монитора, регулируемый наклон экрана, тонкие рамки, приемлемую стоимость, отличную цветопередачу и устойчивую подставку. Про какие-то серьезные минусы говорить не приходится. Предпоследний герой нашего рейтинга – Acer K272HLE BID. Данный монитор имеет диагональ 27 дюймов, разрешение 1920 на 1080 пикселей, соотношение сторон 16 на 9, матрицу VA, время отклика 4 миллисекунды, максимальную частоту обновления кадров 75 герц и глянцевое покрытие. Система адаптивного управления контрастностью Acer Adaptive Contrast Management насыщает изображение яркими цветами, улучшая его качество. Экран Comfy View убирает какие-либо блики, обеспечивая комфортный просмотр. Угол наклона монитора можно регулировать от минус 5 до 25 градусов. Блок питания располагается внутри корпуса. Есть защита от вредного синего излучения. Устройство оснащено двумя динамиками мощностью 2 ватта. Предусмотрены следующие порты – VGA, DVI и HDMI. Покупатели положительно отзываются о насыщенности цветов, антибликовом покрытии, тонких рамках, устойчивой ножке и широком меню настроек. Негатив иногда достается отсутствию порта DisplayPort. Пришел черед последнего монитора нашего топа. ASUS VA24DQ может похвастаться экраном диагональю 23,8 дюйма, разрешением 1920 на 1080 пикселей, соотношением сторон 16 на 9, IPS-матрицей, максимальной частотой обновления кадров 75 Гц, временем отклика 5 мс и матовым антибликовым покрытием. Сюда стоит добавить поддержку технологии уменьшения мерцания Flicker Free, поддержку технологии FreeSync, которая убирает всякие подергивания и искажения изображения, наличие портов DisplayPort, HDMI и VGA, аудиовход и выход на наушники, два встроенных динамика. Покупатели в большинстве своем положительно отзываются об отсутствии рамок, встроенных динамиках, цветопередаче, яркости, поддержке FreeSync и высоком качестве изображения в целом. Изредка ругают не слишком удобное расположение кнопок. Это был топ-7 лучших мониторов стоимостью до 15 тысяч рублей в сентябре 2022 года. Ссылки на каждую представленную в рейтинге модель я оставил в описании, Там же вы найдете промокод с приятной скидкой. В комментариях пишите, какой вариант вам понравился больше всего. Ставьте лайки, если видео понравилось, а также подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику, чтобы не пропустить выход наших новых роликов. До скорого!